Добрый день! С вами Лаврентьева Анастасия, и мы снова поговорим об астрологии и не только. Предметом нашего сегодня с вами разбора станет кармическое полнолуние 12 августа 2022 года. Особенностью этого полнолуния является то, что это срединная точка между затмениями, то есть это значит, что следующие две недели будут полны неожиданными событиями и из ряда вон выходящими новостями. Луна, как видите, с Сатурном, однозначно кармическая, это о проверках на прочность, о сложностях, об испытаниях, об обострении хронических заболеваний. Следует отметить, что оппозиция Солнца и Сатурна, она обретет полную мощь 14 августа, и мы ее, конечно же, обсудим с вами подробно. Но вот в этой полнолунии уже Орбис более чем работающий, поэтому акцент на эту оппозицию мы с вами сделаем однозначно. Луна, полнолуния в 20 градусе Водолея, смотрите, дом Натала, который высвечивается и будет требовать повышенного внимания. Если в районе вот этого 20 градуса фиксированного креста есть планеты, то через них активизируются и дома, которыми они управляют. Сатурн поднимет кармические темы, родовые темы, особенно следует обратить внимание на 1993 годы. То есть Сатурн проходил эти градусы вот тогда, и по аналогии могут возникнуть как раз вот темы, которые были и тогда. То есть анализируйте, вспоминайте. Конечно, мы должны вспомнить то, что было в новолунии, породившее вот это полнолуние. Это было 28 июля, это тоже была срединная точка, и там было знаменитое вот это соединение Уран-Раху. Очень много всевозможных, неожиданных событий сулило нам вот то новолуние и то уникальное соединение. Я напомню, такое соединение в Тельце происходит приблизительно 4 раза за 2 тысячелетия. Вспоминайте события, с которыми вы столкнулись в районе новолуния. Я еще раз, 28 июля приблизительно. Вот сейчас те события должны достичь апогея. Что касается сюжета по Марс-Уран, то оно кульминирует, напомню, в ноябре 2023 года, и это тоже мы с вами разбирали. В частности, вот в ролике Уран-Марс-Раху, да, и в ролике про Нэнси Пелоси с ее приключениями, мы тоже это немножко с вами обсудили. В центре цепочек управления три планеты. Во-первых, Солнце, то есть подчеркнута роль лидеров. Меркурий, это про пакты, сделки, а также про обучение новому. Также Нептун, уже этот Нептун, куда мы с вами без него последнее время, наверное, никуда. Нептун в центре, это про преодоление, в первую очередь, психологической зависимости от предыдущей программы. Собственно говоря, Марс с Ураном, это тоже про это. И лунные узлы на оси Скорпион-Телец, это тоже про это. Нептун в центре цепочек управления, это и про то, что следует обратить свои взоры к Божественному. То есть сила молитвы сейчас очень велика. И действительно, не нужно доводить до того, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Здесь на самом деле нам напоминают высшие силы про наше Божественное происхождение и про то, что это нужно вспомнить. Поэтому Нептуну, вот этому Божественному, нужно уделить внимание. И наиболее, что нас сейчас в этом разборе будет интересовать, конечно же, это оппозиция Солнца-Сатурна. Нам следует на эту оппозицию, этому аспекту уделить пристальное внимание. Оппозиция Солнца-Сатурна, вот точная, это 14 августа 2022 года, плюс-минус 5 дней. Конечно, интересно очень рассмотреть этот аспект с точки зрения мунданной астрологии. Солнце-президент, глава, руководитель, видная персона, отец, кармически бита Сатурном. Многие головы полетят, или кому-то придется пройти жесткие испытания. Это такое специфическое взросление, скажем, будем мы проходить таким образом. Оппозиция Солнца, нашего проявленного мира, к кармическому судье Сатурну. Воздаяние по делам и по грехам нашим. Луна символически это народ в плену Нептуна, в его тумане, иллюзиях, театре. Про англосаксов, думаю, напоминать не нужно, это у нас уже имя нарицательное. Кто не понял шутки юмора, вот ролик, мы там это все кратко, специально выделили в отдельный фрагмент беседы. Сюжет нашей оппозиции зародился в начале февраля 2022 года. Обратите внимание, на соединении сюжет зародился, на оппозиции это кульминация. Поэтому для того, чтобы понимать, что же сейчас достигнет обострения, апогея, нужно вспомнить, что было тогда вот в начале года, в конце января, в начале февраля. В Пекине тогда проходили Олимпийские игры. В Италии был переизбран действующий президент Серджио Моторелло. И чуть позже там будет извержение этны. И, кстати, сейчас на таких аспектах тоже очень вероятны снова вот эти какие-то извержения. Тогда же, в конце января, в Сенат США был подан на рассмотрение законопроект о Ленд-Лизе для Украины. Это тот самый, который Байден потом подписал 9 мая. То есть вот тогда сюжет зародился, сейчас он достигает апогея, то есть своей наибольшей силы. Но пока вот тогда, в феврале, мы все еще активно следили за звонками Байдена Путину. В Москве тогда, кстати, на ВДНХ на катке провели флешмот «Кольца Сатурна» в день гекаты. Такой себе непонятный, возможно, даже сатанинский ритуал. Это тоже мы с вами обсуждали. К Путину тогда звонил Макрон очень усиленно, как-то странно потом обнародовал эти звонки. Эрдоган тоже звонил. Нравится, не нравится, терпимая красавица. Это тоже тогда вот из начала февраля такие перлы. И тогда, напомню, как раз мы разбирали 70-летие восшествия на престол Елизаветы II, платиновый юбилей, мы с вами проговаривали. И как раз тогда, в феврале еще, мы сказали про то, что Борис и Джонсона уже активно, очень сильно подсиживают, скажем так. И как раз мы сейчас и видим, что история повторяется на самом деле. Пускай где-то гротескно, но анализы, как говорится, налицо. По поводу Макрона. Да, мы разбирали с вами отдельно выборы во Франции 2022 года. Да, мы знаем, что Макрон победил вот с этими всеми звонками и так далее. Однако, недавно мы с вами посмотрели Соляр Марин Липен. И увидели там, что это срединная точка между затмениями. И это говорит о том, что Макрону сейчас лучше не расслабляться. Да, и уран с Марсом на Луне Макрона. То есть все переворачивается, все с ног на голову. Почему мы сейчас об этом говорим? Макрон засветился в начале февраля очень сильно. И сейчас выплывут какие-то события с тем связанным. Но давайте посмотрим все-таки точно уже эту карту оппозиции Солнца Сатурна. И постараемся прозреть кульминацию вот тех сюжетов. Солнце, наш дух в проявленном мире, эволюционная наша программа. И он находится в оппозиции к Сатурну, который зажимает нас по слабостям духа, заставляет совершенствоваться, проверяет на стержень, закаляет. Яркое, самодостаточное, но, конечно, возможно, и трусливо-эгоистичное Солнце во Льве противостоит переменам ответственности за людей, друзей, единомышленников, новым знаниям, то есть Сатурну в Водолее. Если мы не живем осознанно, не хотим меняться, не хотим работать над собой, продолжаем плыть по пути наименьшего сопротивления, то есть удобному, привычному вот этому каналу, то тогда что происходит на таком аспекте? На таком аспекте Сатурн хронос ослабляет здоровье, то есть вызывает все хронические заболевания. Сюда относятся и варикоз, и закостенение. И на таком аспекте проявляются очень часто такие бессознательные уходы в затяжные страдания, болезни, особенно, кстати, болезни сердца, позвоночника, спины. Это самое такое. Этот аспект часто называют печать сатаны, то есть пониженный жизненный потенциал, понижение жизненной силы, мы проговариваем, проявляется на этом аспекте. Солнце, то есть болезненность в целом. Но мы с вами говорили, что Бог лечит знаниями. Так расшифровывается слово «болезнь». То есть, когда что-то пошло не так, то Сатурн должен как-то это заморозить, выбить из той неправильной колеи, так как пилораму нужно остановить, если она пошла не по правильной траектории, иначе материал испортится и должен будет быть просто выкинут. Невежество, пассивность, медлительность, эгоистичность, холодность, бесчувственность, безрадостность, скупость, алчность, жадность, равнодушие, подозрительность, скептицизм, неверие, недоверие, разочарование, богооставленность, угнетенность, подавленность, склонность видеть исключительно плохое, склонность к нытью, энерговампиризму, враждебность, замкнутость, необщительность, недружелюбие, бесконечное возражение, ложь, придирчивость, презрение, чувство превосходства, ворчливость, раздражительность. Понимаете, вот это всё то, что не должно быть присуще вот этому солнцу во льве, и Сатурн это должен искоренить. Мы умираем заживо, если не живём, если не жаждем жизни во всей её полноте, если не любим эту жизнь. Поэтому Сатурн забирает то, что мешает нам меняться, и освобождает таким образом место новому, то есть высвобождает скрытые вот эти потенциальные ресурсы. В карте залипания души, то есть Луна, в иллюзиях и самообмане, в тумане Нептуна. Да, это, кстати, и про религиозные войны в том числе. Однако следует осознавать, что реальные причины всех заболеваний в небрежности и лени, то есть в нежелании вести вот этот ответственный, целеустремлённый с точки зрения высшего начала образ жизни. И тоже нужно понимать, что в болезнь очень часто мы уходим, просто не желая меняться, то есть в желании избежать перемен задачи оппозиции, соединить в себе две противоборствующие планеты, в данном случае Солнце, Сатурн, и два противоположных дома-карты, то есть в которых находятся Солнце и Сатурн. Вообще, конечно, в идеале ещё и соединить дома, на куспиде которых находится лев, козерог, водолей. Солнце — это правительство, мы сказали, руководителя, отцы, мужья. Под Сатурном будет уход ярких личностей, будут какие-то порочащие разбирательства, новости, конфликты, препятствия, особенно со стороны госслужб будут. Превратности судьбы, кризисы, трудности на работе — это всё вот эта вот оппозиция Сатурна. Сатурн закаляет на самом деле вот этой оппозиции ради облагораживания нашего духа, ради пробуждения вот этого божественного творческого потенциала, частицы нашей с вами Создателя. Да, и напряжённые аспекты Сатурна — это веха. Как закалялась сталь, это, наверное, тоже сюда. Земля как на наковальне между Солнцем Божественным и Сатурном сейчас находится. Наблюдайте за собой. На таком аспекте проявляются, да, гордыня, высокомерие, презрение, жажда власти, жестокосердие. Ну, это всё, конечно же, Сатурном будет битым. Берегите зубы, сердце, позвоночник, рёбра. Это дни и сильной нервной напряжённости. Старайтесь заземляться. Споров будет очень много, несчастных случаев, аварий, стычек. Каждая сторона будет проявлять крайнее упрямство, эгоизм, озабоченность. Хорошо, хоть вот этот аспект Уран-Марс уже разошлись, и не будет электрических, каких-то сложных ситуаций. Ситуации с АЭС тоже станет как-то напряжением, начнёт потихонечку спадать. Но всё-таки, пока лунный месяц не закончится, это напряжение ещё будет. Почему? Потому что, когда лунный вот этот месяц начинался, то там как раз было соединение Марс-Уран-Раху. Нягкость, гибкость. Очень нужно постараться быть гибкими, пластичными, умеющими видеть как бы многогранность той или иной ситуации. Но опять же, всё-таки нужно будет проявить и свою харизму, устойчивость. Провокаций будет много. Но на это особо не стоит вестись. Да, обратить внимание нужно, но не более того. Сложнее всего придётся тем, кто родился в эти дни, 14 августа, плюс-минус 5 дней. У них сложный соляр. И это веха. Тем, у кого в натальной карте стелиумы и значимые точки гороскопа в 22 градусе льва, водолея, тельца, скорпиона, то есть вот этого фиксированного креста, плюс-минус 3 градуса тоже. Также срезонируют те, у кого в натальной карте есть оппозиция Солнца-Сатурн. Начинать делать что-то на таком аспекте не стоит, будут препятствия. Что мы в карте видим ещё? Меркурий в Деве. Вот это о стратегии, о прагматизме, мысли о безопасности, о питании, о воспитании, о заботе, вероятно, экологические заботы. Также снова начнёт муссироваться медицинская тема. Да, бюрократия, Дева. А есть ли у вас справка про то, что у меня есть справка, что я могу вам выдать справку? Да, и это мысли о деньгах, причём в деньгах небольших, а вот собрать хотя бы копеечку. Венера во Льве в антисик Марсу. Борьба за власть, за ресурсы, за место под Солнцем. Юпитер в Овне про борьбу, про агрессию, про желание захватить былое. Юпитер ретро-граден. Борьба за выживание, к сожалению, да, это всё здесь. А как же нам эти энергии с вами направить в более какое-то такое позитивное, интересное и плодотворное русло, чтобы нейтрализовать вот эти низкие вибрации, которые мы перечислили, необходимо осваивать новые способности, учиться, овладевать новыми профессиями и любить эту жизнь. То есть мы говорим о полноте жизни. Оппозиция от Сатурна в Водолее — это про то, что мы должны прийти к истинной независимости от других людей или государств, проявить свою неординарность, многогранность, прогрессивность. Когда оппозиция вот это Солнце-Сатурн, то мы должны и сказать про то, что она несёт похолодание и в отношениях, в том числе межгосударственных, и в погоде. То есть вероятны буквально аномальные похолодания, суровые погоды, ветер, во всяком случае, уж точно. Да, и обратите внимание, что Марс в соединении со звездой Алголь сейчас. Отрубленная голова Медузы Гаргоны. Мы говорили с вами, что кого-то принесут в жертву, когда вот такой аспект. Помните мистерию вообще, о чём она? Посейдон совратил Медузу силой, и она родила от него в храме Афины. Тем самым, как бы опорочив чистоту вот этого непорочного храма. И Афина, конечно, должна была кого-то наказать. Понятно, что не Посейдона, но красавицу Медузу, конечно же. И мы видим как раз сейчас, что над некоторыми небольшими государствами или частями государств сгущаются тучи. Да, и это неспроста. Да, будем с вами этот момент тоже видеть. По поводу Украины. По поводу Украины я хочу напомнить. Скоро мы будем с вами разбирать соляр на 2023 год. Соляр уже, скажем, сложный. Да, и хочу напомнить, что в прошлом году, ровно год назад, мы с вами разбирали, когда соляр Украины на вот этот 2022 год, и про военные действия мы там говорили. И все могут послушать этот ролик, он на канале есть. Что касается нового соляра, еще раз скажу, он несет кардинальные перемены и испытания. Так что ждите этот разбор, будем его готовить. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим роликом, чтобы нас осознанно становилось больше. Смотрите и другие наши аналитические разборы, прогнозы, лекции. Пишите мне в Facebook в личку. Будем разбирать ваши натальные карты, искать предназначения, исследовать кармические долги. Почитать наши разборы очень рекомендую и в Instagram, и в Telegram. Это наши с вами дополнительные площадки для многих разборов, которые мы не делаем, например, в YouTube. Скачивайте и наш астрологический календарь на 2022 год. Будьте синхронны к Божественному плану. Помните, что всегда должно быть место любви, творчеству, отдыху, счастью и человечности. Будьте умничками, будьте сознательными. С любовью вашей Насте. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok